Он написал 30 романсов, фортепианной пьесы, симфоническую картину, сонаты и несколько хоров. Прожил яркую жизнь, но впервые, как композитор, заявил о себе лишь в эмиграции. Жителям города представили издания, посвященные творчеству Сергея Аксакова. Его составитель Виталий Семенов, доцент Самарского института культуры. Первое издание архивов семьи Сергея Сергеевича Аксакова. И мы начали с документов, и они удивительно раскрывают жизнь человека, который 35 лет прожил вне Родины. И, конечно же, мы Сергея Сергеевича узнали гораздо позже, именно потому что его долго не было в Самаре. А оказалось, что это удивительно одаренный человек. Сергей Аксаков родился в Самаре накануне революции. И здесь же началось его музыкальное образование. Он служил в канцелярии, но при этом как пианист выступал с концертами в Москве, Киеве, Минске. А его первые нотные сочинения увидели свет в Петрограде и Киеве. По окончании пожистского корпуса получил офицерское звание и в 1916 году начал служить начальником отряда общества Красного Креста. Два года спустя отряд был расформирован, и Аксаков уехал к семье в Самару, а в 1920 году эмигрировал в Китай. Сергей Сергеевич Аксаков был человек интересной судьбы. Такая биография была интересна, что даже, наверное, вот этой книги очень мало. И на этих страницах все не изложишь. Вот этот человек встречался и с Шаляпиным, и с Вертинским в эмиграции. Закончил Поливановскую гимназию он и также был последним выпускником царского лицея. Недавно издали нотный сборник Аксаков Сергей Сергеевич «Избранные сочинения». Его произведения сегодня снова звучат в Самаре. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.